Слово для выступления предоставляется доктору исторических наук, президенту фонда исторической перспективы, руководителя Европейского института демократии и сотрудничества Наталье Алексеевне Нарочницкой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Люди в состоянии смуты не могли найти согласия ни по одному вопросу своего прошлого, настоящего и будущего, стояли друг против друга, кричали «распни его, распни его», кто-то умело этим дирижировал, уж не они ли опять сейчас поднимают голову. И в этот момент именно наша страна и наша история потерпела главные свои утраты, потому что весь остальной мир пожинал плоды нашего неверия, отсутствия единства и неспособности отделить понятие устроения государства, которое всегда несовершенно, и Отечества, вечного и неизменного дара, врученного нам для исторического делания. Я низко кланяюсь армии, флоту и всем тем, кто связан с нашей оборонной мощью и промышленностью. Немногие виды человеческой деятельности именуют службой. Это от священнического служения есть дипломатическая служба, медицинская и, главное, военная служба. Ибо это не просто профессия, это образ сознания, когда человек понимает, что он служит именно вечным и неизменным интересам Отечества, которые мало меняются в зависимости от того, какое государство, какая власть. Она скорее меняет методы достижения этих интересов, чем сами их. И поэтому человек, который под присягой, это добровольное самоограничение, это, если хотите, добровольный отказ от многих свобод и даже гражданских прав, потому что он всегда представляет государство. И он труд и досуг в данном случае мало отделены. Я хочу низко поклониться за то всем тем, кто жил и работал в последние 20 лет, что они выдержали то страшный период глумления над армией, моральным шельмованием ее, унижением, которое она пережила, нет описания. Для ее намеренного разложения и утраты престижа в глазах общества в 90-е годы было сделано мыслимое и немыслимое. Но нашему солдату, прошедшему Ведяной Самашке, нечего стыдиться. Он выполнил свой долг перед Отечеством. И хотя в спины ему глумились записные гуманисты, для которых высшее счастье демонстрировать, как сладостно отчизну ненавидеть и желать поражения собственному правительству в войне. Я тоже, Дмитрий Олегович, нагляделась на таких делегатов в Совете Европы, в этом четвертом либертарном интернационале, который выдает ярлыки на цивилизованность. Нам не нужен был, как теперь выясняется, унизительный экзамен. Мы должны были идти с гордо поднятой головой. Но ничего, на уроках, ошибках и трагедиях учатся. Я знаю, как тяжело было именно людям в вашей профессии пережить период, когда страна в каком-то яростном порыве мазохизма сама себя устранила, чтобы бедняжечка Запад не пугался тоталитарного монстра и уже мог быстро и беспрепятственно доставлять свою демократию по всему миру. И он стал таки ее доставлять самым быстрым способом. Что же может быть быстрее бомбардировщиков и бомб, сыпящихся на тех непокорных, те непокорные нации, которые почему-то не хотят подчиняться диктату. Мы многому научились за это время, но мы много утратили. Век и тысячелетие. В 2000 году Россия переступила, утратив труды и достижения многих поколений, целых поколений. Ведь в уплату за тоталитаризм наша тогдашняя идейная элита отдала и отреклась не просто от отеческих гробов, даже советской, а от 300-летней русской истории. И мы с горечью вспоминаем, где Полтава, где Измаил, где обретение Петра, где оборона Севастополя. Все было отдано. Россию объявляли отвратительным тоталитарным монстром. И наши либералы виноваты прежде всего в том, что и на Западе началось глумление над нашей великой победой в Великой Отечественной войне. Никто бы не посмел там, если бы эту священную грань не перешли бы именно у нас в стране. Но все же страна ощутила инстинкт самосохранения. И институтом самосохранения прежде всего всегда и везде является армия. История национальных катастроф говорит нам о том, что все периоды смуты и хаоса начинаются с намеренного разложения и шельмования армии. Но когда наступает момент собирать камни, именно с нее начинается возрождение. И я думаю, что сегодня мы присутствуем при этом уже зримом, совершенно зримом этапе. Действительно, мюнхенская речь Владимира Путина тогда для меня, которая уже хотела просто погибнуть где-нибудь на Балканах за святое наше славянское дело, возвратил мне Отечество, которым я могу гордиться, хотя многое мне не нравится в государстве. Но я понимаю, что это мое, мое государство, вместе с которым я переживаю все ошибки, нестроения, если хотите, грехи. Но радуюсь каждому движению вперед. Именно тогда была восстановлена честь и достоинство России на международной арене. И, как говорил Наполеон, воюет всегда дух и меч, и дух первый должен побеждать. Вот сегодня мы должны этому духу придать настоящий меч. Мюнхенская речь на самом деле произвела огромное впечатление. Потому что Соединенные Штаты уже привыкли при попустительстве вот той России 90-х годов говорить как бы от имени фантома мирового цивилизованного сообщества. И это давало им право интерпретировать все явления мировой жизни именно в своем идейном ключе и быть вот этим ментором и руководителем, и господином мира. То, что Россия сказала свое слово миру, сразу лишила Соединенные Штаты этого морального права. А Россия заявила о своем праве на историческую инициативу. Великая держава для России – это не блестящая мишура на национальном платье, которую можно одевать только по праздникам, отряхнув пыль. Великой державой быть для России – это единственный способ существования в этом меняющемся и сложном мире. Для страны, которая соединила в себе все цивилизации, которая живет одновременно в прошлом, настоящем и будущем, которой ведомо проблемы и хижины дворцов, высоких технологий, высот культуры и архаичной жизни. Мы – модель мира, а не Соединенные Штаты, потому что нам внятно все – и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. Друзья мои, сегодня мы действительно должны сказать, мы не должны повторить ошибки 90-х годов и те ошибки, которые были перед 1917 годом. Нельзя стоять друг перед другом и кричать «распни его, распни его». Мы должны понимать, что созидать – это не разрушать. Сколько раз уже убеждали нас в том, что радикальные перемены только и решат застарелые болезни русской жизни. Но болезни эти накапливались и не в 10, и не в 20, и не в 50, и не в 70, а в сотни лет нашей жизни. Россия будет такой, какой будем мы с вами, и прав святейший патриарх. Не законы и отсидки в тюрьме спасут нас от коррупции, а нравственные изменения каждого из нас. Поэтому сильна ли Русь, война и мор, и бунт, и внешних бурь-напор ее беснуясь сотрясали? Смотрите, все же стоит она. Так не дадим же ей упасть и даже пошатнуться. Пойдем вместе вперед. У нас, как сказал мой старый друг, соратник и товарищ Дмитрий Рогозин, есть сейчас 4 союзника. Армия, флот, я скажу еще, русская православная церковь и Владимир Путин. АПЛОДИСМЕНТЫ